так вот спустя 10 минут видеть какая реакция пошла напильник начинает очищение химия работает здрасте хотел сегодня показать зачистку напильника вот правильно это называется зачистка напильника они как некоторые называют за . напильником напильник со временем забивается вот взял старый напильник специально показать на примере забивается вот его зубе все вот эти если видно хорошо вот это напильник он вид видавший виды он если честно вообще не работает вот что будем делать первым этапом нам нужна щетка по металлу надо зачистить все пазы вот этих по-хорошему сейчас я это зачищаю потом лимонная кислота будем замачивать лимонки этот вариант реально рабочие вот так вот зачищаем весь его по-хорошему сейчас зачищу продолжим дальше так вот первый этап прошел щеткой все прочистил насколько было возможно с обоих сторон все почистил второй этап нам надо его обезжирить чтобы убрать все масляные пятна которые на нем существуют все грязные отложения это я буду делать ну вот обыкновенным растворителем так у щеточки все отложения вот эти еще на нем есть убираю так вот его обезжирил со всех сторон сейчас его под краном под проточной водой надо смыть это все все напильник промыл под чистой водой проточной теперь нам надо вот я беру 05 бутылку теплой воды и лимонная кислота 50 грамм на вот этот объем воды берем теплую воду чтобы быстрее кислота растворилась можно взять ворон так засыпали лимонку 50 грамм на этот объем даем не растворить все и пускаем туда напильник вот так вот оставляем на часов на 12 надо поглядывать будет что будет с ним происходить в конце покажу что будет дальше так вот спустя 10 минут видеть какая реакция пошла напильник начинает очищение химия работает это 10 минут следим дальше будет так прошли 12 часов как видим жидкость потемнела но реакция до все пор идет но нам этого уже хватит мы видим что напильник стал чистый сейчас будем доставать промывать так достаю напильник смотрим что получилось как мы видим он полностью очистился теперь нам надо его промыть в чистой воде получив проточной от кислотности вот я беру щетку и смываюсь если вы помните в начале ролика как он ржавый был а сейчас нам помолодел дали вторую жизнь советскому напильник так он выглядит сейчас ржавчину вообще не осталось сейчас его под проточной водой промыли а потом сода и обработать нейтрализовать кислоту надо помыл под проточной водой сейчас нейтрализовать кислоту надо убрать для этого мы возьмем чайную ложку соды просто воде пищевой и щеткой так вот весь напильник пройдем хорошо чтоб кислоту убрать все сейчас его даем высохнуть и обработать маслом чтоб не ржавел так напильник высох вот смотрите как он выглядит сейчас вообще идеально стал как новый если начало видео посмотреть увидели как он ржавый так теперь берем масло обыкновенно машины я поле использую и копы обрабатываю так напильник не будет бука . это обрабатываю так вот попробовал ваткой ваткой плохо взял вот опять зубную щетку старую и ей ей удобно и вот все напильник в таком состоянии будет долго хранится но не ржавеет ничего и идеально советские напильники это класс не вот этот же способ я идея ну идеально подходит вот для напильников для бензопил шины эти цепи точить тоже чистится идеально хорошие напильники вот эти штилевские так что возьмите на заметку так всем до свидания спасибо за просмотр подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал